Собака застряла хоть по стенке. Ну, вы чего такие нерадостные вообще? Слушайте, а что если я сейчас с пёсиком зайду к котикам? Всем привет! Вы на канале Крошки Евы. И сегодня, ребят, я пришла в очень интересный тайкун. Вы, наверное, его уже знаете. Мы с Ланой тут уже играли, и нам нужно ухаживать за питомцами. Так вот, у меня тут есть пёся, очень недовольная. Почему, не знаю. Видимо, только-только она пришла ко мне, точнее, её принесли ко мне. Как вы, наверное, уже поняли, это брошенные животные, и мне за ними нужно ухаживать. Смотрите, у меня тут все какие-то очень грустные. Сейчас мы их напоим, накормим, поиграем с ними, и они будут очень весёлыми. У нас пока что, к сожалению, на улице дождик, поэтому они немножечко грустят. Лежат и грустят. Вот, смотрите, уже погода наладилась, и можно их выпускать. Пойдёмте им откроем дверь на задний дворик. Я, кстати, тут немножко уже поиграла. Знаете, очень сложно тайкун, на самом деле. Тут реально нужно зарабатывать, ни капельки времени не отвлекаться. Я откупила парня, который у меня тут немножечко убирает за пёсиками. И вот им домик такой. Каждому, наверное, по домику. Ну, сейчас, подождите, они мне немножко грустные. Поэтому я хочу сделать их все счастливыми. Ты у меня грустный. О, смотрите, он меня любит, и мы с ним зачем-то пошли гулять. Ну, да ладно, в принципе, я могу и с ним пройтись. Вообще, они грустные от того, что они голодные. Ну, они должны были уже покушать. От того, что у них с зубками проблемы. И они не погуляли. Вот, только вроде три причины. И поэтому вы это видели. Тут кто-то только что выпил всю воду. Так, блин. Смотрите, у меня забирают почему-то миску. Почему не очень понимают, ты делаешь пёсю. Смотрите, он тут кружится. Наверное, это он. Ребята, у меня закончилась еда. Срочно, срочно бегом в магазин. Я не знаю, каким образом я накопила уже 900 монеток. Но это очень здорово, что у меня вообще есть столько денежек. У меня, кстати, есть охранник. Так что грабитель мне не помеха. Давайте сейчас, наверное, просто возьмем и всем почистим зубки. Так, ты у нас довольный, ладненько, хорошо. А ты у нас довольный? Тоже довольный, смотрите. Чё-таки все довольны, удивительно. Так, а ты довольный? Эй, выползай оттуда. Ладно, он не хочет. У нас уже вечереет. И знаете что? Это значит, что нужно уже закрывать задний дворик, чтобы пёсики могли пойти поспать и отдохнуть. Так, ну вроде давайте вот так тут сделаем. О, всё, всё правильно. Я закрываю, короче, чтобы они уже не гуляли. Потому что, вы знаете, если пёсики будут гулять вечером, то плохо это скажется. Они могут сбежать. И у меня так уже много пёсиков сбегало. И я была очень грустная такая достаточно. Но всех я поймала, вернула домой. И за ними уже пришли хозяева. Ух ты, тут премиум еда у них есть. Ничего себе. Так, это кошачья. Ого, я даже не знала, что тут есть такое. Слушайте, ну, наверное, я пока что их буду просто обычной едой кормить. Видите, у меня заполнено полностью. Поэтому давайте возьмём 6 штучек и попробуем покормить их такой премиум едой. Не знаю, может им сразу станет лучше. Может они сразу станут весёлые. Ну, давайте, давайте проверим. Очень даже любопытненько. Вы знаете, я тут думала вообще, может быть, мне купить ещё вольерчик для кошечек. Но, честно говоря, я не очень, наверное, решусь на это. У меня денег-то хватает, конечно. Но, вы знаете, боюсь, мне не хватит просто времени на них. Потому что за всеми пёсиками, которые у меня сейчас есть, приходится очень много времени тратить. Вот так вот ухаживать. И реально очень достаточно-таки сложно. А, ребят, у меня только что премиум корм ушёл просто в кормушке. Я что-то купила автокормушки, поэтому, слушайте, я не ожидала. Я думала просто, я смогу отдельно какого-то пёсика покормить этим премиум кормом. Но, к сожалению, нет. Видите, у меня уже одна коробочка осталась. Видимо, он первым уходит, так расходуется. Не очень понятно, как это происходит. А, смотрите, вот-вот-вот премиум корм. Видите, он аж поблёскивает такой. Ну, на месте собачки я, наверное, не стала бы такое есть, потому что это блестит. Не очень понятно, что там вообще положили. Так, а у нас уже утро. И, как видите, мне не хватает рук реально вот всё сделать. Я не успела ещё одного пёсика немножко полечить ему зубки. И мне уже нужно отправлять их на прогулку. Давайте пройдём, посмотрим, как он себя чувствует. Да, отвратительно он себя чувствует, честно говоря. Так, это был у нас коричневый. Давайте возьмём этот вот пак с зубиком и пойдём его искать, полечим. Вот это вот я не понимаю, честно говоря, ребят. Как-то очень странно получается. Ну, вот я только что выходила вместе с этой коробочкой, и она пропала. И вот очень часто такое бывает, когда ты несёшь поилочку, и она тоже пропадает. Я, честно говоря, вот очень хочу вот эту вот штукку пить. И не знаю, кто это, может, это будет мне помощник. Но, как вы могли уже заметить, у меня тут из покупок осталось только котики. И вон та дорогая. Честно говоря, я даже не знаю, что лучше брать, может, правда, котиков. Хотя, я боюсь, мне никогда на них не хватит, потому что нужно, ну, очень много времени уделять. Да ещё им кучу еды покупать. Вы, наверное, сейчас спросите, куда я делаю все свои деньги. Ну, почти все, наверное, достаточно такие ощутимо заметно, что только что у меня было больше намного в разы. Ну, я просто пошла и на все лишние, можно так сказать, деньги купила корм пёсикам, потому что, ну, они очень быстро это всё съедают. И, честно говоря, я ещё купила им вот как раз тут для зубов эти вот коробочки. Так, у меня тут новый пёсик, и ему тоже нужно полечить зубки. Так, а ну иди сюда, пёся. Так, это не ты. Это тоже не ты. Это тоже. Да что ж такое? Слушайте, а где же он? Вот он. А, это тоже, смотрите. Слушайте, у меня уже два новых пёсика, оказывается, появилось. Вот вы знаете, честно говоря, я бы отдала все свои деньги, которые у меня сейчас есть, только для того, чтобы у меня ещё тут была автопоилочка. Вот просто серьёзно, это очень так неприятно постоянно бегать, наполнять водой. И поэтому я сразу же с самых первых денег, которые заработала, купила автокормушку. Ну, это действительно прям облегчило жизнь. А вот-воту, конечно, к сожалению, приходится наливать самой. Да ещё и контролировать время, когда можно выпускать с пёсиков погулять, а когда нельзя. О, смотрите, у меня тут золотой пёсик, боже, какой он классный. У меня, кстати, были до этого золотые пёсики, ну, я тут просто так сама играла. Честно говоря, очень интересный тайкун, поэтому вот так, можно сказать, просто заигралась. И эти пёсики очень классные просто, вот эти вот золотые, не знаю, мне они очень нравятся, и за них достаточно-таки хорошо платят. Вот смотрите, у меня сейчас собака застряла хоть по стенке. Она застряла просто вот-вот в этом вот месте. Обалдеть! Мне так радует, что они все такие довольны, и тут такие ходят. Ой, ну это просто супер. Чудо они, пёсики. Так, ну что, я тут решила пройтись вместе с золотым пёсиком. Сейчас уже пора будет закрывать площадку, вот, для прогулки. Потому что уже скоро наступит вечер, и, скорее всего, уже надо, наверное, закрыть, чтобы все разошлись по своим домам. Можно так сказать. И немножечко отдохнули. Слушайте, мне теперь интересно стало, есть ли золотые котики. Я, честно говоря, не очень помню. Вот ланы вроде были, а вроде нет. Поэтому с оставшихся денег, я думаю, я куплю еще и котика в себе. Вот знаете, что меня больше всего удивляет? Это то, что мне приходят забирать пёсиков именно ночью. И новых приносят тоже ночью. Это, ну, очень удивительно, честно говоря. Вот всегда такое было почему-то. Ну, это как-то подозрительно, я хочу сказать. Ребята, тем временем у меня уже достаточно денежек, и скоро уже будет 1200. И я, скорее всего, смогу уже купить вот ту штуку. Не знаю, конечно, что там, но, возможно, возможно. О, смотрите, у меня уже 1200. Ну что, пойдемте покупать? Так, ладно, я случайно взяла с собой на прогулку пёсика. Ну, давайте, давайте попробуем купить. Тоже это у нас такое. Так, да, я согласна. Так, и... Серьезно, это можно просто не бегать в магазин за такие вот деньги? Эм... Да, посмотрите, у меня даже пёсик прям спрятался под сидениями. Ну что, конечно, не очень удобно, но, в принципе... Ну ладно, уже денежки потрачены, ничего страшного. Так, ребят, слушайте, тут скоро пойдет дождик, и надо заводить собачек домой. Не знаю, чем-то может закончиться, но, скорее всего, они просто промокнут, и им будет некомфортно. Поэтому придется закрыть задний дворик. Они сейчас сами разойдутся быстренько по домам. А я думаю, я сегодня еще накоплю на кошечек, и посмотрю, насколько это реально сложно с ними справляться. Боже мой, вы посмотрите, только на него такой бедненький лежит, грустненький. А, он спит! Ладненько, ну, давайте не будем тогда ему мешать. О, ребят, смотрите, я тут к себе прихожу, и, кажется... Так, ну-ка. Да, я принесла новую песю, слушайте, это очень удивительно. И, смотрите, я почти заработала уже на котиков, но прежде чем мы потратим все деньги на них, сначала нужно купить им еды, потому что потом просто уйдут все денежки на это, и, к сожалению, у меня котики будут все недовольные, и это будет очень сложно. О, ребят, слушайте, кошачья еда стоит 20 долларов. Я покупаю для песиков еду за 5 долларов. Это достаточно-таки дорого. Премиум еда у них 35 долларов стоит, это вообще очень дорого. И еще молоко, походу, они не пьют воду, стоит 30 долларов. Слушайте, на котов вообще расходы бешеные. Ну, давайте попробуем, я возьму, наверное, давайте 10 кошачьих еды и 10 молока. Того у нас осталось 213 долларов, видите, как это сложно. Придется сейчас еще немножечко подкопить на кошечек, и тогда уже точно их будем брать. Так, ну что, ребят, у меня тут накопилось уже 600 долларов. Ну и что, покупаем котиков? Давайте. Пока что никого тут нету. Нужно заполнить молоком. А может, водой? Давайте, наверное, заполним водой, а если они захотят молочка, то тогда, наверное, будем каждого кормить молочком. Боже, посмотрите, это золотой котик. Оооо, как их много, ребята. Ой, я боюсь, я не справлюсь, боюсь, не справлюсь. Господи, мне еще как раз 13 долларов осталось. Что? Она не наполняется? Так, ладно, ребят, берем рыбку. Тащим им кормиться. Слушайте, а почему у них автокормушки нету, если я им купила? Купила автокормушку всем. Вот это вот нечестно, я считаю. Так, воду мы налили. Значит, надо котиков, видимо, поить молоком. Вот это вот, я считаю, нечестно. Вы видите, видите? Она пропадает мне из рук. Вот я не понимаю, почему тут такой закон этой игры. И вот, смотрите, вот я сейчас опять беру, сейчас дохожу, наливаю воду, она у меня потом из рук пропадет. Давайте дотащим аккуратненько, я надеюсь, у нас все получится. Ну, просто, вот знаете, с четвертого раза или с пятого только получается. Слушайте, а с котиками, наверное, надо ходить на прогулку? Или они могут точно так же гулять, как и песики? Слушайте, я, честно говоря, даже не знаю. Ой, это так сложно. Давайте сейчас напоим какого-нибудь молочком. Давайте, наверное, золотого. Так, что-то ему плохо. Посмотрите на него. А, они не хотят. Ребят, ребят. А что делать с котиками? Блин, а, я не понимаю. Так, может им сюда молоко? Нет, никто не выпил. Так, ладно, хорошо. Давайте пойдем откроем задний дворик. Может, они погуляют. Надеюсь, они не будут свариться с песиками. Слушайте, ну, давайте. Я хочу выгулять вот это вот, ну, хоть кого-нибудь, ребят. Ну, вы чего такие нерадостные вообще? Эй, котики. Давай, кушай. Кушай. Слушайте, ну, это очень странно. Почему-то они не хотят ничего. Я им молочка принесла, кучу всякого тут купила. А они такие недовольные. Вот золотой вообще застрял в полу. А и сидит как будто песик. Ребята, с ними, кажется, нельзя пойти погулять. Я даже не очень понимаю, что происходит. Так, ладненько. Мы задний дворик уже закрыли, потому что скоро пойдет дождик. Но что-то котики, они какие-то... А, они уже поели, смотрите. Они более такие жизнерадостные стали. Хорошо, хорошо. Давайте тогда попробуем налить туда молочка. Но сначала притащим ей еды. Возможно, они все очень-очень голодные. О, ребят, смотрите, я налила молочко. Надеюсь, им станет лучше. Ну, к сожалению, я не могу с ними погулять. Поэтому они могут себя сами развлекать. Ну, давайте, наверное, их оставим. Господи, это вообще такой грустный. Придется пока что ухаживать за песиками. Слушайте, а что если я сейчас с песиком зайду к котикам? Интересно, им станет хуже. Смотрите, все недовольные. Все недовольные. Ой, ладненько. Слушайте, я не знаю, что с ними делать. Они какие-то вообще не жизнерадостные. Ну, как самые настоящие кошки. Так что даже не знаю. Вот это вот какая-то любопытная. Она пришла посмотреть. Но все-таки тоже недовольная. Смотрите, это тоже любопытная. Ну что, ребят, я думаю, на сегодня это все. Я продолжу, наверное, играть в эту игру. Но, скорее всего, позже. Я тут все вроде достроила. Поэтому мне остается только ухаживать за подобранными и приютившими котиками и песиками. Поэтому всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все наши каналы. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем-всем пока.